МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Давайте, я считаю, до трех, после этого мы начинаем ломать двери. Я не знаю, что ли. Ну что, совсем, что ли? Раз. Два. Три. Двери открываем? Двери пришлось открывать силами спецназа. Обитатели квартиры до последнего пытались избежать встречи с полицейскими, но тщетно. Люди в погонах давно заподозрили. В советском районе Новосибирска орудует сплоченная и опытная команда автомобильных воров. Злоумышленники, по данным следствия, совершили целую серию краж, не меньше 30 эпизодов. Используя автомобильные сканеры, а также приспособления для разбития автомобильных стекол, злоумышленники проникали в салоны припаркованных автомобилей, из которых похищали принадлежащие автовладельцам имущества. Сбытом краденого занимался участник группы, работающий на одном из городских рынков. Предполагаемых членов группы, четверых мужчин и двух женщин, задержали практически одновременно. В их домах сыщики обнаружили богатый ассортимент чужих вещей. Мобильники, ноутбуки и ювелирные украшения лежали в одних сумках с ношенной одеждой и обувью. Похоже, из машин злоумышленники забирали абсолютно все, несмотря на стоимость. Нашлись и другие улики. Перчатки, маски, бейсбольные биты, которыми, скорее всего, и разбивали стекла автомобилей. Дополнительным бонусом для полицейских стали неожиданные откровения одного из задержанных. Установлена причастность одного из фигурантов 39-летнего новосибирца к разбойному нападению на микрофинансовую организацию, совершенному 24 ноября в Дзержинском районе города Новосибирска. Под угрозой применения ножа мужчина похитил около 16 тысяч рублей. Налетчик уже был судим за кражу и грабеж. Очередного суда ему придется дожидаться в СИЗО вместе с одним из подельников. Остальных предполагаемых автоворов пока отпустили домой. Сыщики тем временем выясняют, где еще успели наследить шесть разлоумышленников. И просят позвонить по этим телефонам всех, кто стал жертвой похожих преступлений или узнал свои вещи на фото и видео. Анна Скоктера Старасов, экстренный вызов. Следователи комитета закончили работу над делом теперь уже бывшего судебного пристава Черепановского района. Он попал в руки правоохранителей в начале октября этого года. Взяли его с поличным как раз в момент передачи денег. Где лежат? Подождите. В кармане достает. Выкладываем на капот. К сожалению правоохранителей сотрудник юстиции получил от должника 300 тысяч рублей. За это служитель Фемиды должен был снять запрет регистрационных действий и другими словами разрешить продажу недвижимости, на которую был наложен арест. Сейчас следствие закончено и всех участников скандала можно отдавать под суд. Другой небезызвестный персонаж судимости избежал, но все равно поплатился за свою халатность. Речь о бывшем мэре Барабинска. Максим Овсянников принял у подрядчика непригодные для жилья дома. Прокурор района через суд потребовал с градоначальника возместить ущерб в 47 миллионов рублей. Вот этот дом с дефектами. Три года назад в двухэтажку на Льва Толстого расселили 27 жителей Барабинска, которые ютились в ветхих или аварийных квартирах. Однако их радость была недолгой. Новые апартаменты тоже далеки от совершенства. Плесень, сырость и трещины. На возведение этого шедевра архитектуры были потрачены десятки миллионов рублей. Еще в 2013-м тогда глава Барабинска Максим Овсянников заключил муниципальный контракт с подрядной организацией, которая должна была через год передать городу два десятка жилых помещений. Однако гладко было только на бумаге. Возведенный объект незавершенного строительства имеет множество дефектов строительных конструкций, влекущих невозможность к дальнейшему ввода его в эксплуатацию. Сначала Овсянникова обвинили в халатности, но в прошлом году суд прекратил уголовное преследование за истечением срока давности. Однако правоохранители расследовали еще одно дело. На этот раз в главе инкриминировали уже превышение полномочий. В процессе строительства глава администрации надлежащий контроль не осуществлял при нарушении сроков строительства, не принял мер к расторжению контракта. Кроме того, выдал разрешение на ввод его в эксплуатацию, принял в муниципальную собственность объекта строительства 19 квартир. Когда Максим Овсянников предстанет, перед судом неизвестно. Однако иск прокуратуры на возмещение ущерба уже удовлетворен. Так что, несмотря на исход этой долгой истории, вернуть в казну 47 миллионов рублей чиновник обязан. Сегодня сотрудники ФСБ отмечают свой профессиональный праздник. Мы не будем касаться трагедии, которая произошла накануне в Москве, просто вспомним громкие дела нашего областного управления за этот год. На этих кадрах завершение одной из успешных спецопераций, проведенной новосибирскими оперативниками ФСБ. Им в руки попался молодой агитатор-экстремист, который, по версии следствия, занимался вербовкой новых членов для запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Причем фигурант жил отнюдь не на Ближнем Востоке, а у нас, в Сибири, и открыто пропагандировал свои идеи. Иметь дело с подобными персонажами контрразведчикам приходится регулярно. Впрочем, как и с нерадивыми чиновниками, мздоимцами и коррупционерами. За бурной деятельностью начальника станции Новосибирск главный Вячеслава Воеводского оперативники наблюдали больше полугода. Высокопоставленный железнодорожник попался с поличным, и сейчас вину уже не отрицает. Также сотрудники новосибирского управления поучаствовали в разгроме одного из самых крупных наркокартелей, который действовал буквально по всей стране. По пять тысяч таблеток каждый день. Всего из нелегального оборота изъяли полтонны синтетических наркотиков и гашиша. Эту рекордную партию правоохранители оценили в 650 миллионов рублей. Не меньше внимания силовики уделяют и незаконному обороту оружия. Не так давно был ликвидирован канал поставки стволов из Украины. У злоумышленников нашли десятки единиц вооружения, взрывчатку, боеприпасы. Нетрудно догадаться, что могло произойти, если бы подобным арсеналом воспользовались преступники. Хотя сотрудники ФСБ постоянно готовятся и к самому худшему варианту развития событий. Регулярно проводятся учения, причем в условиях, максимально приближенных к боевым. Подобные тренировки проходят в самых разных местах, но особое внимание уделяется жизненно важным объектам. В этом году условные атаки боевиков были отбиты на Чикаловском авиазаводе, в Большом Новосибирском шлюзе в одном из торговых центров на станции метро. И это не просто игра в зорницу, а реальный опыт. Вступил в силу приговор любителю компьютерных стрелялок, который по неосторожности убил незнакомца на Немировича Данченко в Новосибирске. Сам инцидент произошел в мае этого года. Игрок коротал ночь у монитора, когда заметил темный силуэт в собственном дворе. Мужчина взял пневматическую винтовку и пошел на разведку. Из-за неожиданности, так как кто-то вышел из-за угла дома, автоматически нажал на спусковой крючок, то есть произвел выстрел. Данный мужчина в медицинской маске развернулся, убежал в неизвестном направлении. Игрок 44-летний, World of Tanks, получается, вернулся домой, подумал, что не попал в данного мужчину, а сел играть обратно в так называемые танчики. Но это был точный выстрел прямо в шею. Раненый зашел за угол дома, упал и умер. К слову, незваным гостем оказался вор-рецидивист. Любители виртуальных боев судили долго. Процесс по этому неоднозначному делу занял почти полтора года. Потерпевшие требовали переквалифицировать статью на более тяжкое умышленное убийство. Тем не менее, суд лишь ограничил стрелка в свободе на год и пять месяцев. Это значит, что осужденный, хоть и остался дома, но должен постоянно быть в поле зрения правоохранителей. Свидетелями странного инцидента сегодня стали пассажиры новосибирского метро. Когда поезд подходил к станции Гагаринская, на пути неожиданно спрыгнул молодой человек. Вряд ли парень пытался свести счеты с жизнью, но и нормальным его поведение нельзя назвать. Юноша закурил и спокойно пошел к тоннелю. В погоню за нарушителем общественного порядка бросились полицейские и вскоре прервали его путешествие. Движение поездов было восстановлено, а с пассажиром общаются люди в погонах. Не задалось пятничное утро и у водителя Газели, когда шофер ехал по северному объезду, двигатель его машины неожиданно загорелся. Мужчина схватился за огнетушитель, но баллона не хватило, чтобы справиться с пламенем. Помощь пришла откуда не ждали. Педали сейчас. Это пацаны мои, огнетушитель. Канализация, как всегда, пришла на помощь. Оссенизатор как раз ехал мимо с полным баком, так что огонь погас в считанные секунды. Но увозить Газель пришлось на эвакуаторе. Двигатель, скорее всего, придется менять. На этом пока все. В студии работала Мария Никитина. До встречи на канале ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин